всем привет значит давайте сегодня приготовим чили по-техасски чили мы будем готовить в казане казан будет как топка мы будем использовать гриль до неважно где вы можете на печке на костре где угодно вот и в принципе можно не в казане в кастрюле просто но у меня самая большая емкость это казан поэтому в казане ну и в принципе чили по-техасски это постольку поскольку так как как база взят рецепт техасски а в принципе чили это в некоторой степени импровизация ну то есть какие-то свои добавки я не буду говорить ребят в чем в чем разница потому что техас кого чили как считают как говорят сами техасцы рецептов чили в техасе столько же сколько техасцев вот ну то же самое как у нас рецепт борща рецептов щей рецептов чего вы там ни было огромное количество то же самое и в случае щели ну давайте наверное тогда получается чили по моему рецепту приступаем значит у меня сейчас пока разжигается уголь я приступаю к нарезочке овощей а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Все, казан у нас начинает прогреваться Но если вы посмотрите, казан у нас, так сказать, не первой свежести Его надо немножко прокалить Ребят, я прокаливаю казаны и чугунную посуду таким образом, что в ней можно хранить продукт, ее можно мыть, в ней можно оставлять воду Все с ней прекрасно Теперь давайте начнем делать чили Наливаем масло Ну не знаю сколько, на глаз наливаем Я думаю, если немножко будет жирнее, ничего страшного Немножко будет пастнее добавите Нарезанный чесночок О, сразу какой шикарный пошел волшебный аромат, обожаю его И сразу же сюда лук Лук я порезал крупно, ну ничего страшного Ничего страшного не произойдет По поводу греть или не греть масло, ребят, ну я не знаю Но кто-то прокаливает масло, ну видите, так немножко, что оно уже прокалено было Я налил в прокаленный казан Ну и помешиваем так Обжариваем лук Завосим лук Добавляем в фарш Килограмм свинины, полкило говядины И сейчас Прямо вот так вот вилкой разминаем Перемешивая с нашим луком Чтобы он не превратился в такие котлеты Клёстки такие Слушай, дай мне нормальную вилку, это ужас какой-то Ну то есть сейчас так вот разбиваем фарш Разбиваем фарш и обжариваем То есть чтобы он был немножко такой золотистый тоже Так, добавляем немножко густерширского соуса Ну не знаю сколько, на глаз Вот так вот сбрызнули Он дает аромат Вот Ну нам просто нравится О, пошел шикарный, шикарный аромат Не хотите, можно не добавлять Это, поймите, здесь как такого стабильного рецепта нету Это все здесь от себя чина Ну все, обжариваем фарш Мяско наше уже обжарило С лучком, чесночком и чуть-чуть быстрширом Вот, давайте добавим приправки Значит, 4 чайные ложки с горкой Паприки, обыкновенная паприка Можете на глаз это все до того произвольно Ну паприка нужна в основном, конечно, в этом блюде для цвета Потому что чили, хочешь не хочешь, но это что-то красное Каенский перец Ну или чили, острый перец Две вот такие вот чайные ложки с горкой Так, зира Зиры у нас, ну примерно полторы ложки есть Я ее, в принципе, всю и высыплю Черный молотый перец Здесь где-то 2 чайные ложки Такого среднего помола, так скажем Не совсем пыль и не дробленый Две столовые ложки обыкновенного сахара Даже вот немножко еще добавлю Чуйка такая, показалось, что так надо Ну и примерно вот ложки полторы, наверное, соли Ну, в принципе, досолить всегда можно Соль у нас морская Ну, потому что мы такую любим Потому что, во-первых, она чистая Вот Все это перемешиваем И еще немножечко-немножечко поготовим В принципе, ребят, сейчас нам нужно начать томить Поэтому, что мы делаем Так как у нас, ну, вы видите, такой вот очаг Нам нужно сейчас вот эти лотки раздвинуть в стороны Снимаем наш казан И лоточки наши раздвигаем по бокам Хоп-хоп Все Также можно, я могу снять вот это вот кольцо Чтобы оно здесь вообще не нужно Оно просто у меня используется исключительно для того, чтобы казан в лотки не упирался Ставим казан обратно И сейчас пришло время добавлять овощи Начинаем мы с перчиков У нас здесь красный и желтый Это обыкновенные болгарские перцы И два вот этих вот Ой, три чили Два зелененьких, один красный чили перца Смешивать вы будете прямо сейчас Или смешивать мы будем потом, неважно Баночка фасоли маринованной Кто-то с водой Кто-то без воды Мы так, немножко воды такая жутковатенькая Банка томатов в собственном соку Взбодренных, так сказать, миксером Блендером Ну и здесь у нас было 4 желтых помидорки Тоже, как вы видите, из миксера Вот Сейчас мы это все перемешиваем Знаете, я вам скажу Все-таки я боюсь, чтобы на углах не пригорало Я сниму казан еще раз И все-таки я верну свое кольцо Потому что оно Казан еще немножко отодвигается от угля Все-таки Вот так вот Мне кажется, будет лучше Вот Все мы помешали И сейчас мы хотим задать Немножко Копчение Ой, какой аромат идет Вы только чувствовали Значит, у меня еще и старых запасов Есть щепа гикори Щепа чурочки Значит, подкидываем щепу гикори Вы, в принципе Можете использовать Ну, я не знаю Честно сказать, хотелось бы Какой-нибудь орех Какой-нибудь орех хотелось бы использовать Вот Еще раз взбодрим Аромат пошел Аромат пошел Дымок пошел По поводу вытяжек Ребята, все вытяжки нижние На максимум Так, у меня начало гореть У меня начало гореть моя щепа Поэтому я закрываю крышку Вот То есть у меня получается Лотки по бокам Вытяжку я посредине поставил Ну, видите, уже дымок пошел Сразу Вытяжки на максимум Я буду время от времени проверять И где-то на часик томления оставляем Потом, через некоторое время Мы добавим пиво Ну, пока что становимся на паузу И коптим чили Ребят, по поводу щепы гикори Если сейчас вы ее не найдете А найти мне, конечно, сейчас не очень легко Вот Используйте какой-нибудь орех Используйте хоть скорлупу от обыкновенного греческого ореха О, грецкого ореха греческого, говорю Хотя бы скорлупу от греческого ореха Используйте Используйте Ну, у нас тоже есть вот это подобие греческого ореха Который никогда не выцветает Вот Можно тоже его взять Ну, что еще по аромату напоминает гикори? Да трудно сказать, у него такой специфический аромат Ну, древесин, так я говорю Древесина греческого ореха, который у нас растет Ну, то есть что-то ореховое такое Вот она, у него такой специфический есть аромат, как вот у гикори Так, значит, ребята, копчение, в принципе, у нас еще идет, видно дым У нас где-то сейчас 15-ая минута То есть, ну, скоро вот-вот уже прогарит Ну, добавим где-то полбанки пива У нас это пиво пол-литра Ой, 0,45 Ну, добавим, не знаю, 250 миллилитров Я стараюсь по обработкому термометру Ну, у меня он, видите, в этом месте перенесен Держать в районе 150 градусов Вот, ну, вытяжками Нижняя открыта полностью Верхняя немножко подрегулирую Берем пивас И выливаем полбанки прямо в чили сюда И, конечно же, все это перемешиваем О, дымок хороший И, в принципе, вот сейчас, да Я сказал, что там есть мы будем где-то около часа Вот прямо сейчас, вот в этот момент Можно, естественно, закрыть крышку И открыть вытяжку на максимум Пускай температура будет А ведь, как дым еще идет Даже немножко побольше 150 Вот, чтобы выпарить как можно больше влаги Ну, что, в принципе, прошел у нас ровно сейчас Температуру я держал в районе 150 То есть, все открыто Но, видите, она начала падать То есть, уголек уже подходит Ну, вот так вот, собственно говоря, выглядит чили Немного жира добавлю Берем немножко натертого сыра Любого на ваш вкус И посыпаем Вот Сыр должен немножко подплавиться Можно употреблять с хлебом Я буду с лепешкой По поводу приготовления Пока подплавляется сырок Я вам скажу, что Можно, вот мы держали час Чтобы выпарить побольше влаги Если вы хотите, чтобы он был более жидкий Можно Оставил и снять быстрее раньше Там где-то, ну, сколько фарша будет готовиться Полчасика Максимум На 35-й минуте можете снять Там на 40-й минуте Хотите, чтобы еще более сухой был Ну, добавьте там угля Или возьмите брикеты Готовьте дольше Это получилась вещь Это супер Ваше здоровье Конечно, это квас Что это еще может быть Вот Ну, вот сыр у меня Поплавился Пи*** не горячо По большому счету Ребят, если не съемка Чили готовится где-то Ну, смотрите Пока грелся бы Стартер угля Я нарезал Все овощи Фарш был готов Все Греется Казан 3-5-7 минут Все, ребят Всем покидом Классная вещь И аромат копчения Здесь присутствует Тонкая-тонкая Монтка Копчения здесь есть Безусловно Она есть Вот она чувствуется На этом все Всем спасибо за внимание Пробуйте Делайте Получилось очень вкусно И Можно было бы Перца добавить Еще в два раза больше Потому что Ну, вообще почти Не чувствуется Все, всем пока Добавил в чили Макароны Да, в принципе Есть можно Но лучше Никогда этого не делайте